Еженедельное планерное совещание прошло в режиме ВКС под председательством главы района Заураха Мирзова. Традиционно, в первую очередь, в главе района были представлены доклады об эпидемобстановке в муниципалитете, о контроле и соблюдении условий Роспотребнадзора в ходе прививочной кампании против COVID-19. На сегодняшнюю дату на лечении находится 678 человек. Из них на амбулаторном лечении 629 человек, на стационарном лечении 49 человек. За время пандемии не справились с болезнью и умерло 99 человек. Что касается заболеваемости по населенным пунктам, наибольшее количество болеющих на территории АОЛа Кашихах 256 человек. Затем следует АОЛ Печерчин 92 человека, село Вольное 91 человек. Уверенно к лидерам продвигается Худар-Огнатевский. На сегодняшнюю дату у них 37 человек. До этого у них такой цифры никогда не было. В АОЛе Егерухае 46 человек. На сегодняшний день в АОЛе Кашхан в Крыму прошли вакцинацию, в том числе вакцинации 15797 человек. Что составляет на сегодняшний день по довезённым планам 75,2%. Отмечу, что по республике эта цифра составляет 73,9%. Хотелось бы отметить, что все пункты у нас в штатном режиме работают. График дежурства организован и в штатном режиме без замечаний. С Кашхан в Крыму всё отрабатывает. Начальник управления образования Сет Берзегова доложила, что все образовательные учреждения района с 14 февраля продолжили работу в штатном режиме, то есть перешли на очную форму обучения. Также на планерном совещании были затронуты вопросы реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, участия сельских поселений района в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования, реализация программы комплексное развитие сельских территорий в Кашханском районе. В конце совещания ответственным лицам были поставлены очередные задачи.